девочки всем приветики у нас сегодня в очередной раз расхламление вы монте в риге в латвии и сегодня я решила раз уж пришла зима расхламить шубы шуб у нас расскажу сколько раз 67 штук это все шубы я так подозреваю что они из секунда как раз то что сейчас последний писк то что продается в масс-маркете из искусственного меха но модницы которые знают они ходят в секунд ищут там шубы примерно 90-х годов или ранее или хотя бы начала двухтысячных и покупают там поэтому сейчас посмотрим что есть у нас в наличии и что еще пригодно для носки нюанс кстати прежде чем начну примерять на себя и показывать вам как это все выглядит нюанс в чем если тоже соберетесь вдруг пойти в секунд и прикупить себе шубу смотрите чтобы она еще по возможности была мягкая ну либо если она жесткая чтобы она на вас сразу хорошо сидела и смотрелась потому что ее невозможно как-то размягчить потому что с годами мездра вот это вот то на чем шерсть шубы держится кожа грубо говоря мездра она деревенеет и если размер размягчить ее никак невозможно поэтому нужно смотреть чтобы она уже в таком готовом состоянии смотрелась на вас хорошо но ладно приступаем к первому лоту может быть мне тоже что-то подойдет я тут смогу это носить честно говоря не знаю из кого меха кого сделаны эти шубы он вообще длинная ничего себе где тут застежки то есть тут она на петельках и на пуговках это очень странно на самом деле для шуб потому что как я помню из своего детства когда мама покупала себе шубу там были уже не петельки подождать на самом деле дико неудобно там с одной стороны били были петельки а с другой стороны застежка как бы она вот так вот на магнитике защелкивалась и держалась и это сильно удобнее а здесь у нас еще нет петельки примерно таким образом выглядит сейчас я думаю чтобы влезть по возможности целиком и все равно не влезаю сейчас я пойду в друг в другой конец квартира так кармана 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 вы видите тоже на что она какая-то странная что смотрите у нее во первых как-то по диагонали застегивается да она очень странно она видела или я ее неправильно застегнул да сейчас секунду перестегнем поэтому наверно не хватило на петель потому что я петельки перепутала да не быстрый процесс с этими петельками да в общем если будете выбирать себе шубею смотрите лучше чтобы она была на магнитных таких замочках чем на петельках потому что на петельках сложновато должно быть да а то я думаю какая-то интересная деструктуризация в кругу но нет это у меня деструктуризация в застегивании так можно с такими петельками и пуговками весь мех ободрать пока больше и туда-сюда застегивать и отстегивать неплохая шуба на самом деле она жесткая но с учетом того как сейчас можно это то что надо единственное что у меня она просто немножечко сейчас вам свое лицо покажу то половина меня нету в кадре единственное она мне по росту чуть-чуть коротковато потому что мне коротковатая рукава так ладно смотрим следующую шубею к это еще вернемся я надеюсь вообще что сядет на меня прям хорошо то что мне хотелось бы более мохнатую какую-то и более короткую потому что вот такие длинные шубы ну их тоже носят но мне хочется именно покороче какой-то вариант такой и их еще называют когда продают автолетия чтобы попа не забрала и не носите подмышанок которые ездят в машину так этот вариант буду покатить здесь потому что должно влезть по росту и светло здесь побольше немножечко чтобы вам было вышивлено но это прямо обливная дубленка откуда-то из 90-х так сейчас я подальше подвину смотрите какой вариант это как будто какой-то водоплавающее животное енот не знаю выдра вот и здесь как раз вот такие вот магнитные застежечки сейчас покажу поближе надеюсь вам видно видите они хопа и это очень быстро застегивать их и расстегивать очень удобно получается так раз где вторая петелька два здесь у нас есть а я опять все криво застегнула марусь до шубы конечно не мое вот смотрите она вот это уже получше хотя в плечах нормально как раз носит особенно если внутренний лиц илита но рукава тоже коротковато видимо видимо на таких лошадей как я молча шьют и она сделана прям вот как практически как стандартный пиджак одноборный здесь кстати весь кармашку прикольно в каком что думаете ну и прям такое ощущение что я бы дюган из 90-х так можете писать комментарии кстати что вам больше понравилось и какую шубу стоит выбрать так это какой-то судя по надписям какой-то немецкий бренд и кстати смотрите вот это возможно даже не да 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 дорогой изделие потому что а хотя нет смотрите часто на дорогих изделиях делают внутри либо шильдик либо какую-то надпись и пришивают либо вот так крестиком либо вообще через край ну чтобы было видно что это хендмейт но здесь это не так потому что у шуб дабы шуба ну было показано что шуба натурал из натурального меха шубы вот здесь не пришивают здесь видите она пришита а так ее не пришивают чтобы владелица могла спокойно подлезть почувствовать что там действительно это натуральный мех что это не фейк не подделка вот поэтому это не зашивает здесь такого нету по по крайней мере так было в шубах которые выбирали покупали на каких-то рынках ну чтоб подешевле не в салонах и салонах тоже такое есть здесь может быть кстати все как-то иначе но здесь как-то странно вообще сделано она то ли ее перешивали то ли что да скорее всего что то с ней делали потому что смотрите во первых вот здесь вот вот здесь вот уже все пришита вручную и нитка уже за временем видимо и стончилась и протерлась потому что ну тут уже подкладка отрывается и тут конечно видно что это натуральный мех но что я могу сказать вот эта шума обливает у нее вот та самая приятная мягкость то есть она вот в носке еще не задеревенела поэтому это неплохой вариант смотрим следующее это кто что-то мягко может быть кроль может быть что-то так где тут петельки какие-нибудь так петельки ну что надеюсь я не промахнусь в этот раз так только тут петельки сильно меньше чем пуговки конечно если что придется как-то это перешивать пуговки менять либо петельки менять его как-то это сделать всего 2 так наверно тоже вот туда вам покажу потому что все таки как-то маловато место так и все расстегнулось да здесь то же самое все с рукавами да что ж такое так сделаем так мне она нравится чем она прям вы практически автоледи как я себе эту автоледи представляю достаточно нормальный высотой воротник чтобы не сдувала шею черненько вполне себе гладенько единственное что меня смущает у нее стык стык видите из-за пуговичек стык стык застегиваются полы соответственно вот сюда пусть все задувать и будет холодно то есть здесь нужно будет перешивать пуговички если мне хватит запаха вообще на то чтобы их перешить вот перешивать пуговички чтобы она была ну да в принципе хватит можно это сделать чтобы она была внахлёст потому что все таки форс-мажор потому что все таки шуба она на зиму а не на лето и если в тебя задувает это конечно не очень это будет холодно поэтому ну да в принципе здесь можно просто перешить пуговички во первых взять побольше размером и пришить их чуть-чуть подальше вот таким образом и ходить да будет хорошо принципе вот этот период мне нравится ну-ка все как вам тоже на прямая вообще которая не выйдет из моды никогда по плечам нормально едем дальше смотрим что у нее внутри по подкладу пришит кстати тоже вручную я не знаю почему так странно что снизу снизу пришита вот прям по мощно то здесь прям вот как будто машинная чуть ли не машинная строчка а сверху а сверху пришита через край может быть здесь была другая технология здесь не снизу видите вот здесь еще какие-то зашить а здесь у нас что это как будто бы вы . вы . но как будто это все сделано ну ладно нам для цели походить несколько раз в принципе подойдет никак не влезаю я по пространству так чтобы и голова и туловище чтобы вам показывать но и сдержка производства дальше у нас шубе из козлика причем она вся из козлика а задняя часть траве не пугай меня нельзя не ругайся нет да она вся из козлика задняя внутренняя часть воротника которая откладывается она из она из всех самая узенькая ну прекрати она сама узенькая но здесь вот тоже вот эти вот магнитики удобно чтобы застёгиваться так сейчас мы отпустим чтобы вам показать у меня полный рост так ну что по длине по длине она получается чуть выше колено и узковато мне вот в плечах именно вот в предплечьях получается она узковато хотя мне очень нравится вот эта вот фактура вот этого козлика прикольно но и рукава кстати тоже такие же короткие они все на один рост и здесь ну то есть это такая шуба вот прям секунд секунд здесь уже вытерлась видите если будете в секунде покупать что-то смотрите вот торцы торцы рукавов торцы подола потому что вот эти вытертости но это уже конечно не камильфо понятно что если ты покупаешь что-то секунде это ресайкл и ты там даешь вторую жизнь к тому же сейчас это модно и все такое но всегда нужно обращать внимание чтобы вещь все таки она хоть была и сайт ресайкловая но она была хорошего качества надо не просто показать что ты занимаешься ресайклингом и в тренде хочешь возвратиться немножечко назад в прошлое и прикупить себе и поносить вещички из прошлого вот ну и чтобы они были в хорошем качестве смотрим следующий кстати вот это вот шутка из коричневого козлика она тоже немножко уже подзасохла прям чувствуется в нем что такой картонный немножечко внутрянка у нее у него уже мезда такая подеревенела так следующий лот это серый козлик я так думаю что это козлик ну да вроде бы на зайку не похоже для зайки жестковато но если кто-то разбирается по цвету то маякуйте может быть ошибаюсь в том из кого сделано это шубе и так сверху здесь застежка а посередине было кнопочка и пуговка но почему-то ее уже нет странно ладно ага и это шубе придумано судя по всему либо на совсем маленький рост либо что-то вроде носить с перчаткой опана что-то вывалилась потому что видите если вот так подогнуть где моё запястье прям может еще вот нет скорее всего все таки на маленький рост под перчатки с кормушками тоже прямами так здесь еще и застежка вот это кстати прикольно и совсем холодно можно так что здесь тоже что-то твердое но наверное не как будто знаете там внутри что-то такое твердое на непонятно что нет наверное уже просто очень сильно в этом месте изменила структуру мездра есть у вас ощущение что это как из-за приключения шулька помните ходили женщин переоделись у кого-то не помню у кого из персонажа была такая серая шубе и модно так тоже она коротенько закрывает кармашки есть сейчас посмотрим с вами что внутри 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 она конечно уже совсем такая затасканная грязненькая так дизель что-то по-немецки написано чтобы я знал что это так уже конечно поехала подкладка на рукаве смотрите затяжки такие сильные и она прям очень затасканная вся подкладка прям в пятнах каких-то надо с этой шубейкой нужно сильно поработать если хочется ее носить ладно едем дальше еще 2 2 шубей у нас осталось на примерку и на оценку там что-то интересное так тоже длинная тяжелую да и узковатая для меня конечно такая знаете раньше модно все было такое узенькое приталенное сейчас такую конечно не носят она такая тоже деревянная очень сильно деревянная ну не только деревянные деревянные на сколько их смешная полосочку знаете вот помеху тоже в помеху и вот как делают вот эти вот отложные воротники в принципе тоже можно понять из каких годов это шубе и зато смотрите какой здесь богатый воротник так вот раз шарфом завязала тебе все нипочем она даже не сгибается потому что так сильно задеревенела чтобы влезть полностью так опа рукава опять же коротенькие вот таким образом выглядит вот это шубе сейчас еще посмотрим что будет внутри но мне она не подходит потому что она и узкого и она прям деревянная деревянная внутри кстати все нормально с ней можно приносить ой как интересно слушайте здесь внутри сделаны ленточки я правда не знаю для чего они могут быть здесь сделаны есть идеи они получаются в боковой шов с одной стороны две ленточки пришиты не понятно для чего и последний лот не знаю с кого но кто-то мягкий так отрывалась петелька петелька как на которую вешать подкладка тоже уже начала отрываться и судя потому что там внутри но тоже она плохо себя чувствует там уже просыпается немножечко у да и у нее тут уже порван видите порван кусочек да и не только пару кусочек вообще плохая плохая очень мездра она истончилась вот если у предыдущих она задеревенела а это видимо была очень тоненькая и она от времени порвалась но все равно померяю покажу вам эту шубею пошла на мягкое это конечно очень приятно так хупа 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 а так она была хороша у нее кстати под мой рост самые подходящие рукава смотри какой как тебе как тебе нравится да аня в шубе нравится какая шуба классная Да, будь она целиковая, я бы прям не раздумываю взяла. Ну, она уже прям совсем печально себя чувствует. И я вот теперь думаю, кого брать. Наверное, все-таки возьму черненькую и просто перечью на ней пуговицы. Да, сейчас посмотрим, получается это нет. Эту мы вообще даже дома оставлять не будем, потому что она, конечно, уже грусть-печаль. Так, вот эту предыдущую тоже не берем, потому что она деревянная и им не узка. Козлика не берем. Почему? Потому что он уже в печальном состоянии, и козлика, кстати, смотрите, какая чернота. Как будто им пол вытирали. Странно. Ну да, потому что он уже грязный, с ним нужно очень много работать, чтобы его привести в порядок. Так, тут я уже пока примеряла, уже забыла, как я себя в ней чувствовала. А, это вот и мне в руках было тесновато. Отрастила бицухи, как у борца. Так, черненькая. Я, как всегда, выбила себе черненькую, чтобы не париться. Ой, кстати, девчат, вот у этой шубы, которую я предыдущую мерила, у нее тоже какая-то ленточка внутри. Зачем это может быть ленточка? Тоже вот в боковом шве. Так, здесь все хорошо, только надо пуговички перешить. Так, обливной бандюган из девяностых. Меряем еще раз. Что думаете? Груповата она, да? Есть такой момент. Опа, опа. Да, все-таки это, наверное, грубовато. Я что-то не хочу. Черненькая мне больше нравится. Так, и еще одна. Первая самая, которую я мерила. А, она длинная. Да, и у нее бы тоже по-хорошему заменить пуговички. Ну вот это еще ничего. В принципе, можно две. Две себе организовать и дать им вторую жизнь. Так, кармашков здесь нет. Вот это вот. Что по внутрямке? Внутрямка тоже ничего, кстати. Вроде бы и ничего. Да, здесь тоже, я так подозреваю, что если вот я помню, как выбирались шубы по... Потому что снизу нужно было свободное пространство между... Ну, не пришитая подкладка к самой ткани шубы, то здесь все шубы у них в районе горловины. Такая история. И, видимо, их покупали, когда первый раз, потом пришивали на руках. Поэтому это достаточно грубовато сделано. И тут еще, смотрите, тут внутри пришиты липучки. Видимо, может быть, какая-то подстежка была. Я не знаю, честно говоря. Ну, понятно. Причем на обоих плечах. Вот. Короче, я пока в раздумье. Наверное, еще сейчас посижу. Пока буду монтировать видео, подумаю насчет того, взять вот эти обе. Или взять одну. И главное, что делать вот с этими еще шубеями. Потому что есть вопросики. Есть вопросики. Мне нравятся еще вот эти две. Но вот это мне узковато. А вот это грубовато. Козлиха мы сразу отправим на переработку. Потому что... Ну, или я сейчас вот в контейнер положу. Потому что он прям в ужасном состоянии. Так. А вот эту первую, даже не знаю, может... Но оставлять ее тоже смысла нету. Потому что она задеревенела. Кто в ней будет ходить? Это уже так чисто выпендрится. Ну, выйти. Выпендрится. Потому что сейчас вот тот сезон, когда модно вот такого формата шуба. Пройдет тренд. И как бы... И что с ней делать? Поэтому... Тоже непонятно. Ну, ладно. Еще подумаю. Пишите свои идеи, мысли в комментарии. Что с этим так гром делать? Вот. Потому что, вроде бы казалось бы, да? Шуба. Дорогое удовольствие. Но... Тоже их никто не носит. Они задеревенели. Две из них уже совсем в печальном состоянии. Но, понятно, это мы не будем хранить. Что с ними делать? Как бы и жалко выбросить. И носить их никто не будет. Поэтому... Может попробовать продать? Ну, там. Чисто совсем за недорого. Может кто-то из девчонок захочет поносить. Ну, как вариант, кстати. Ладно. Пишите свои мысли в комментариях. А я пошла монтировать видосик. Хорошего вечера. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok